Бесценно для горцев из их высокогорная каменистая земля, хоть и трудна на ней жизнь. Путники удивляются, глядя на эти террасы полей, прилепившиеся на склонах гор, а то и на скалах, на сады, выращенные среди камней, на овец, растянувшихся по тропинке над пропастью и преодолевающих отвесные обрывы со сноровкой канатоходцев. Все это необыкновенно красиво для глаз, создано, чтобы было воспето в стихах, но трудно поддается обработке и обживанию. Однако предложите горцу переселиться на равнину или, как теперь говорят, на плоскость, и он воспримет ваше предложение как оскорбление. Рассказывают, сын приехал из города и стал уговаривать старого отца уехать. «Лучше бы ты живот пропорол мне кинжалом, чем терзать меня такими словами», — вот как ответил старый отец. Проблема эта существует, и она очень сложна. Уже много лет брошен в аулы красивый лозунг «Выберемся из каменных мешков и поселимся на цветочных коврах». Этот лозунг дошел и до того упрямого аула, в который приезжали в свое время 200 уполномоченных, чтобы организовать колхоз. При организации колхоза не было такого шума, как теперь, когда услышали лозунг о переселении. Каждый аулец произнес на этот счет свою фразу. Вот некоторые из них. «Если даже цепями потащить и не пойдем на плоскость, мы, как гвозди, вколочены в эти скалы, никто не имеет права вытаскивать нас из наших гнезд. Разверзнутся могилы наших отцов, если мы покинем их и уйдем жить в другое место. Нигде в голове моей так нехорошо, как на своей подушке. На родных камнях сон слаще, чем на чужих перинах. А где я найду там камень, чтобы бросить в собаку? Лучше в горах у дымного очага, чем внизу у хорошей печи. Кто заботится о животе, пусть идет туда, кто заботится о сердце, останется здесь. Мы никого не убили, ничьих домов не сожгли. За что нас обрекать на изгнание? Машины могут работать и здесь. Фонари на столбах могут висеть и здесь. Телеграмма и отсюда дойдет. Мы родились не для того, чтобы кормить комаров и мух. Лучше дым кизяка, чем гарь бензина. Горные цветы ярче. Родниковая вода слаще водопроводной. Никуда мы отсюда не пойдем. Так каждый горец ответил по-своему на лозунг «Выберемся из каменных мешков и поселимся на цветочных коврах». Еще к моему отцу приходили горцы за советом «Переселяться или оставаться?» Отец побоялся дать определенный ответ. «Посоветуешь им остаться, потом узнают, что внизу жить хорошо, будут меня ругать». «Посоветуешь им переселиться, жизнь окажется никудышной, опять будут меня ругать». «Думайте сами», — сказал им тогда Гамзат Цараса. «Времена меняются, и жизнь тоже. Изменились не только головные уборы, фуражки вместо папахи, но и мысли под шапками у молодых людей. Смешиваются разные крови, разные племена и народы. Могилы наших сыновей все дальше и дальше от отцовских аулов. Камни, плиты, огромные камни, мелкие камни, округлые камни, острые камни. Чтобы вырастить на этих камнях что-нибудь, землю таскают снизу корзинами. Осенью и зимой травянистые склоны поджигали, чтобы лучше уродилась трава. Помню эти многочисленные огни в горах. Помню и праздник первой борозды. Весна, старики кидают друг друга комья земли. О деятельном человеке у нас говорят, немало преодолел он гор и хребтов. О бездеятельном утверждают, он ни разу не ударил киркой о камень. Чтобы тесно было колосьем на вашем поле самое дорогое пожелание горцев. Да и сохнет, а мертвеет твоя земля самое большое проклятие. Клянусь этой землей, самая крепкая клятва. Осла, зашедшего на чужое поле, можно было безнаказанно убить. Один горец кричал, если даже осел Хаджи Мурата ступит на мою землю, все равно берегись. В каждом ауле были свои законы. Но всюду самым большим штрафом каралась потрава поля, потрава земли. Да и за потраву самого Дагестана история наших гор сурово наказывала в конце концов. Продолжение следует...